Добрый день! Вы смотрите новости. Меня зовут Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. Попали под скидки сотни тысяч осужденных в России сократят сроки отбывания наказания до полугода. Тогда строят дом или нет? Беспокоятся дольщики многоквартирного дома в Барнауле. Они уверяют, застройщик свернул стройку, и они рискуют остаться без квартир. Теперь даже не знаем, когда надеются. Вот кормят завтраками. Приезжайте, пишите. Спектаклем «Бал в Савой» откроет театральный сезон в Алтайском музыкальном театре. Чем интересна постановка и когда премьера? Сегодня кареты автомобиля МЧС и кареты скорой помощи окружили один из крупнейших торговых центров краевой столицы. В Пионере прошли крупные противопожарные учения в обстановке, приближенной к реальности. Личный состав получил минимальные вводные, поэтому ориентироваться приходилось на месте. По сценарию возгорание произошло на подвальной парковке, и через вентиляционные шахты огонь распространился в залы кинотеатра на четвертом этаже. Помимо ликвидации двух очагов возгорания, пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе и в бессознательном состоянии. Добавлю, согласно повышенному рангу пожара, на объект привлекли весь барнаульский гарнизон пожарной охраны. На учение было привлечено, кроме пожарной охраны, так скажем, и силы РСЧС, так же скорая, полиция. Пожарный поезд также был привлечен к данным учениям. Прибыли все своевременно, уложились, так скажем, всех нормативов. У нас норматив до 10 минут город. То есть прибыли от 6 до 8 минут подразделения сюда. Также провели разведку пожара и в течение 20-25 минут обнаружены были все пострадавшие и в итоге выведены. На несколько шагов ближе к воле сотни тысяч осужденных в России сократят сроки отбывания наказания до полугода. Вступили в силу поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса Федерального закона номер 186. Раньше день содержания осужденного, подозреваемого или обвиняемого в СИЗО засчитывался за один день. Теперь же те, кому назначено наказание в исправительной колонии общего режима, воспитательной колонии или в дисциплинарной воинской части, время нахождения в следственном изоляторе считают день за полтора. На введение коснулись назначения наказания в колонии поселения. То есть в колонии поселения теперь рассчитывается один день содержания в СИЗО, двум дням содержания в колонии поселения. Также изменились пересчет в отношении домашнего ареста, потому как ранее, то есть это тоже такое нововведение, ранее домашний арест засчитывался день за день, теперь домашний арест засчитывается день содержания в СИЗО за полдня домашнего ареста. Сколько заключенных нашего региона могут рассчитывать, что благодаря новым поправкам они выйдут раньше на свободу? И кто не имеет права воспользоваться нововведением? Ответы на эти вопросы мы дадим в следующих выпусках новостей. Также подробнее о новом законе в эфире интервью дня расскажет адвокат по уголовным делам Виталий Толкачев. Смотрите сегодня в 17.15, а пока к другим темам. Дольщики, которые вложились в строительство многоэтажки по улице 80-й гвардейской дивизии 52, подозревают застройщика в мошенничестве. Сразу после заключения договоров и внесения оплаты строительство дома прекратилось. По словам барнаульцев, возобновление стройки они ждут почти полгода. В ситуации разбиралась Полина Жданова. 25 апреля 2018 года на месте этих развалин должен появиться новый дом с современной планировкой и парковкой в подвале. Но через несколько месяцев застройщик объявил, что вместо парковки построят хозяйственные помещения, а после и вовсе прекратил строительство. Тогда у дольщиков этого дома возник резонный вопрос – куда делись их деньги? Уютные двухъярусные квартиры студии всего за 750 тысяч рублей. Заманчивое и бюджетное предложение. За короткое время застройщик продал 40 из 70 квартир в еще не существующем доме. Построить смог только половину первого этажа. Весной кран убрали, который строил все это дело. А теперь даже не знаем, когда надеются, вот кормят завтраками. Приезжайте, пишите, продлевайте договора. Через 10 дней начнется стройка. Стройки так и нету, и вообще ничего не движется. По словам барнаульцев, сюрпризы начались сразу, как только они заключили договора и оплатили строительство. Сначала после экскурсии на место будущего дома застройщик заявил о доплате за подвальные помещения. Якобы под парковку. Потом передумал ее строить. Обещал будущим жильцам установить санузел, лестницу на второй ярус квартиры и многое другое. Но дальше обещаний дело не пошло. Мы ходили в офис к застройщику. Застройщик говорит постоянно, что подождите 10 дней мы документы делаем, подождите месяц мы документы делаем. По итогу, получается, мы уже ждем 5 месяцев. По словам барнаульцев, всего на счет застройщика поступило более 30 миллионов рублей. Куда делись деньги, непонятно, говорят дольщики. Директор фирмы утверждает, что на его счетах денег нет. Мы попытались связаться с представителем застройщика, но он так и не взял трубку. Тем временем дольщики собирают подписи и готовят иски в суд. Полина Жданова, Антон Червяков, Сергей Балуев. Новости. Дождливая и пасмурная погода ожидается сегодня в Алтайском крае. Несмотря на то, что уже наступила осень, активность клещей в регионе не снижается. До конца сентября для жителей края велик риск пострадать от присасывания клещей. За прошедшую неделю от клещей пострадали 157 жителей края. А всего с начала сезона активности клещей с 4 апреля, по данным Роспотребнадзора, в поликлинике обратились больше 9 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи – дети до 14 лет. С конца августа активизировались клещи – переносчики сибирского клещевого тифа. Возможно, встретите их и в октябре, если будет тепло и сухо. Так что необходимо помнить, при выездах на природу надевайте защитную одежду, пользуйтесь репеллентами. Если вы стали жертвой клеща, необходимо своевременно обратиться за помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства. В НИИ Садоводство Сибири имени Лисовенко сменился руководитель. Бывший руководитель отдела НИИ Садоводства Юрий Зубарев освободил должность с 1 сентября. Причина смены руководства пока неизвестна. Новым директором научно-исследовательского института стал Александр Канарский. До недавнего времени занимал должность руководителя Центра индустриальных технологий, заведующего лабораторией агротехники плодовых и ягодных культур. У канарского самостоятельной и соавторствия опубликовано 30 научных работ. А теперь к другим темам. Внук нашего именитого земляка, космонавта Германа Титова, сегодня приедет в родное село своего дедушки. В день рождения Германа Степановича в Полковниково после капитального ремонта откроется дом-музей семьи Титовых. В этой небольшой избушке семья будущего летчика-космонавта, герой Советского Союза, прожила 13 лет. Здесь прошло его детство и юность. Вторую жизнь дому подарили земляки Титовых. Восстановили буквально за 4 месяца благодаря средствам краевого бюджета, сохранив при этом первозданный вид. Также жители села Полковниково принесли мебель и утварь, которые принадлежали Титовым. Эти вещи при переезде в Москву отец Германа Степановича раздал землякам. В доме музея будут сохранены добрые семейные традиции родителей космонавта. Александра Михайловна, она была гостеприимной хозяйкой. У нее всегда были вкусные, замечательные пироги, которыми она всех угощала, и ребятишек в первую очередь. И, конечно же, эту традицию мы тоже сохраним. Мы будем угощать наших гостей-посетителей душистым травяным чаем и пирогами. Замечательные яблоньки у нас сохранились, которые посадил Степан Павлович. Мы из них, из яблочек, из этих сварим варенье, будем угощать наших гостей. Спектаклем «Бал в Савое» откроет сезон в Алтайском государственном музыкальном театре. Уже 2 октября любители опереты и мюзикла смогут увидеть премьеру. Главный режиссер постановки Константин Яковлев впервые ставит оперету «Бал в Савое». Интересна она тем, что написана была в 30-е годы, когда в моду входили новые мелодии и ритмы. Композитор Абрахам, который написал музыку, он уже здесь использует новые стили в звучании, поэтому наш оркестр будет играть какие-то и джазовые мотивы, здесь будут звучать пассадобль, фокстрот и так далее. Это совершенно такие новые мелодии, которые услышат наши зрители. Ну а для любителей классической опереты в этом же спектакле прозвучат прекрасные венские вальсы, без которых не обходится ни одна оперета. Главный герой Ристит де Фабле, муж, который собирается изменить жене, идет на бал в Савое, чтобы встретиться с танцовщицей-любовницей. Мадлен, когда узнает о намерениях мужа, не собирается сидеть сложа руки. Устроить скандал – нехитрое дело, она тоже отправляется на бал. Как закрутится такая авантюра и до какого момента супруги смогут друг друга водить за нос? Об этой интриге узнаете на премьере опереты 2 октября. Приглашаем всех на бал «Маскарад» в Савое. Выставка «О чем говорит колокол» открылась в художественной галерее «Юниверсум» Алтайского госуниверситета. Ее посетители узнают об истории сибирских колоколов, о том, откуда пошла церковная традиция, звонить в них и покажут, как выглядели первые колокола. На выставке представлена коллекция начала 20 века. Колокола отливали на заводе Гилевых, Кондаковых, Оловянишниковых. Выставка организована в рамках проекта «Вернем колоколу голос». Посетить ее можно до 28 сентября. Колокол – это все-таки общенародный символ, который участвовал в жизни, в многих элементах жизни тогдашнего общества. И можно познакомиться с историей колоколов, о том, какова была судьба колоколов в 20 веке, ну и как снова возвращается эта традиция в нашу страну. И о спорте. Алтайский легкоатлет одержал победу на континентальном Кубке ИА. Сергей Шубенков выиграл в беге на 110 метров с барьерами. Результатом в 13,03 секунды барнаульский спортсмен принес сборной Европы двойные очки. Все потому, что капитан европейской команды Колин Джексон поставил на победу Сергея Шубенкова. Его соперники из Америки и Франции уступили Сергею на десяток доли секунд. Кроме него еще две российские легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Лосицкейна одержали победу по прыжкам в шестом и прыжкам в высоту. И пока это все новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 17.00. Не переключайтесь.